Как подключиться к конференции, созданной на сервисе Zoom через мобильный телефон? Я покажу это, как сделать для Android телефонов, для яблочных устройств. Действия будут абсолютно идентичны. Единственное, что приложение Zoom, которое необходимо вам будет скачать и установить на свой мобильный телефон, вы будете скачивать не через Play Market, а через Apple Store. Щелкаю на Play Market. В поиске по-английски набираю Zoom. Востребованная программа, она даже в результатах поиска уже отображается. Нажимаю найти. И вот нужное мне приложение. Под названием приложения даже написан официальный сайт сервиса ZoomUS. Нажимаем на кнопочку установить и ждем, пока приложение устанавливается на ваш мобильный телефон. В зависимости от производительности вашего телефона, скорости соединения, это может занимать десятки секунд, либо, может быть, минута. Итак, приложение установлено. Появилась кнопочка «Открыть». Нажимаю на эту кнопочку. Приложение предлагает вам пройти регистрацию, либо войти в систему, если вы уже зарегистрированы. Регистрация абсолютно бесплатная и ни к чему не обязывает. Просто во всех сервисах зарегистрированные пользователи получают какие-то дополнительные плюшки. Например, возможность оформить свой профиль и так далее. Регистрация не обязательна в приложении. Правда, есть некоторые конференции в Zoom, которые пропускают только зарегистрированных пользователей. Вот я в настройках нашей конференции такую опцию не включал. Я просто нажимаю на кнопочку «Войти в конференцию». В поле, где у меня сейчас отображается имя моего телефона, вы можете вбить свое имя, например, Игорь. А вот в поле «Индификатор конференции» вам необходимо либо напечатать вот эти последние циферки, которые находятся в адресе конференции, либо скопировать всю эту ссылку, либо открыть эту ссылку с помощью приложения Zoom. То есть как вы это будете делать, это абсолютно ваше дело. Можете копировать, можете открывать эту ссылку. Ссылка у нас находится в нашем командном чате в Скайпе. У меня на мобильном телефоне Скайпа нет. Поэтому я эту ссылку просто-напросто кинул себе в WhatsApp, который установлен на мобильном телефоне. Я сейчас открою свой WhatsApp. И вот она, эта ссылочка. Я просто на нее наведу. Ссылка уже скопирована. Просто немножко подержал. Однократный щелчок позволит выбрать приложение, с помощью которого можно эту ссылку открыть. Я сделаю именно так. Хотя я мог бы сейчас эту ссылочку просто вставить вот сюда. Опять же, немножко подержав и выбрав действие «Вставить». Нажму «Вставить». Из всей этой длинной ссылки приложение автоматически выбирает все, что ему нужно. Именно вот саму идентификацию конференции. Все, что вам требуется, это просто нажать на кнопочку «Войти в конференцию». Вступает оповещение от приложения, что от вас могут попросить доступ. Нажимаем «Понятно». Если хотите войти в конференцию с видео, разрешайте доступ к своей видеокамере. Все. Мы стали участником конференции. Доступ к списку участников конференции вы можете получить, нажав на кнопочку «Участники». «Кто сейчас у нас подключен к конференции». Посмотреть, что пишут, либо самим написать что-то в чате. Можно, нажав на кнопку «Чаты». Пишем какой-то текст и отправляем его в чат. Нажатие на кнопочку «Закрыть». Возвращаемся к списку участников, либо возвращаемся на саму конференцию, видим спикера, слушаем о том, что он нам говорит. Вот такое видео. Если какие-то вопросы остались непонятные, неясно, что делать, куда жать, либо у вас немножко по-другому, требуется что-то пояснить и рассказать, пожалуйста, пишите. Я запишу отдельное, более, может быть, понятное видео. Всем успехов! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!